Удивительная вещь. На территории Хаджавенда, в части Карабахского региона Азербайджана, временно контролируемой российскими миротворческими силами, остается памятник Гарегину Нжде, доказанному агенту Абвера, активному проповеднику откровенных нацистских идей расового превосходства. В компании этого памятника нацистскому преступнику российские миротворцы в Карабахе будут отмечать 9 мая День Победы. Похоже, в попытках сохранить статую фашиста Ереван готов даже войти в серьезный моральный конфликт с миротворцами, которых такое монументальное соседство не может не оскорблять. А ведь именно присутствие российских солдат позволяет армянским властям претендовать хоть на какие-то остатки субъектности на переговорах. Впрочем, самого факта памятника нацисту и его почитателям из числа азербайджанских армян оказалось мало. Вокруг статуи своего кумира они устроили целую инсталляцию на грани большого политического конфликта. Памятник Герою был украшен предупредительной надписью «Человек, который снесет статую, будет застрелен». Таким образом, почитатели НЖД хотят показать, что они еще как бы контролируют эту территорию и могут устанавливать здесь собственные криминальные законы. При этом, прячась за спинами российских миротворцев, они им же и угрожают. Удивительное саморазоблачение. Армянские националисты в буквальном смысле метят памятниками НЖД территории, на которых хотели бы закрепиться. Ну ладно, поставили бы памятник Горегину Терару Тюняну только у себя в Ереване и устраивали бы вокруг него националистические хороводы, так нет же. Большой скандал в свое время вызвала памятная табличка в память все того же НЖД, что была без согласования с властями, установлено в российском Армавире, на участке местной армянской церкви. Вокруг той незаконной таблички развернулась нешуточная борьба, в которую оказались втянутыми даже агенты проармянского влияния в Российской Государственной Думе. Табличку, понятно, сняли, но осадок, что называется, остался. Прославлять фашиста в стране, так сильно пострадавшей от злодеяний нацистов, это уже не просто мелкая шалость, а исторический вызов. Совсем недавно история получила неприятное продолжение. В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе на памятнике НЖД в Хаджавенде появилась надпись «Это вам не Армавир». Адресатом агрессивного месседжа националистов вновь стали обеспечивающие их же безопасность российские военные. Власти современной Армении постоянно пытаются отрицать очевидное, уверяя, что НЖД был просто националистом, борцом за свободу и независимость своей родины. Однако рассекреченные и опубликованные документы ЦРУ свидетельствуют о том, что создатель так называемого «армянского легиона», воевавшего на стороне Третьего рейха, был завербованным агентом Абвера. Причем НЖД был не просто боевиком, но и идеологом, проповедником фашистских идей цикохронизма. Платформой для их распространения служила издававшаяся им в Берлине газетка «Азат Аястан» – «Свободная Армения». Есть документальные свидетельства того, что отъявленный на словах националист предлагал гитлеровской Германии создать на территории Армении немецкую колонию. Такой вот борец за национальную независимость ныне прославляется в Ереване. К слову, премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на прямые обвинения в прославлении пособников нацизма, пытался неловко защищаться, напоминая о подвигах армян, воевавших в составе советской армии. Видимо, он так и не понял, что память людей, павших в борьбе с фашизмом, оскорбляется памятником нацисту. Более того, Пашинян умудрился перепутать число воевавших советских армян с числом павших его соотечественников на фронтах Второй мировой войны. И в этой истории вся квинтэссенция современной армянской идеологии – смесь крайнего шовинизма, нежелание видеть реальное положение вещей, реваншизма и просто человеческой неблагодарности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok